И здравствуйте, уважаемые 187 зрителей, которые успели прийти на мой стрим в 16 часов Что-то у вас как-то маловато, если честно, я ожидал немного более, как сказать, обильного количества людей, которые хотят увидеть, каким образом я стримлю Каким образом я пишу код, конечно же, а не стримлю И давайте мы с вами переключим сценку, собственно, на мой десктоп В принципе, сегодня у нас с вами стрим, на котором мы не только будем заниматься Майнкрафтом Хотя, в принципе, нет, мы будем, конечно, заниматься Майнкрафтом Но это еще и стрим моего нового Корвина Ботика, ребятки Те, кто из вас здесь сидит уже достаточно давно, в ожидании стрима, уже, наверное, успели с ним пообщаться Даже успели ему накидать всякой дряни в его коробку игрушек и все прочее Единственное, что, ребята, сразу вам хочу сказать То, что вот эта вот развлекуха, я так что-то подумал, что, с одной стороны, неплохо бы развлекать людей, которые ждут стрима Или которые, собственно, смотрят стрим, но при этом почему-то общаются в чате, а не смотрят то, что там происходит на экране Я так подумал, что любое действие, которое касается Корвина, оно, ребята, у нас теперь платное В качестве валюты используются колбаски Каким образом заработать колбаски, я думаю, что большинство из вас знает Те из вас, кто не знает, в восклицательный знак колбаски Вам выдаст ссылочку, которая у нас находится на сайте Цвелс И, соответственно, там можно почитать, каким образом это делать Более того, для тех из вас, кто, что называется, рисковые парни Есть две команды, можно запустить мышку для Корвина Мышка стоит тоже колбасок, ее нужно сначала у него же купить Если Корвин мышку поймает, вы получите больше колбасок Если не поймает, ну, значит, вы ничего не получите Для того, чтобы узнать ценник, набираем восклицательный знак мышку Он, собственно, Корвин вам ответит, сколько стоит сейчас мышка Более того, у меня ввелась система недель Недели меняются раз в 20 минут на произвольную Каждая неделя каким-то образом влияет на то, что у нас сейчас с вами происходит в чате То есть, либо ценники повышаются, либо какие-то еще параметры меняются В принципе, если вы наберете восклицательный знак неделя Вам будет написано, какая неделя идет сейчас И, собственно, в чем прелесть этой недели Кроме того, вопросы Корвину тоже платные Одну колбаску Для того, чтобы положить что-то в коробку с игрушками Корвина Опять же, одна колбаска И есть еще один способ Для совсем уж, так сказать, людей, которые очень верят в свою удачу Которые очень азартные Можно попробовать, ребятки, для Корвина собрать механическую мышку Которая у меня называется Автомышка В одно слово, восклицательный знак Автомышка Автомышка – это заводная мышка Которая состоит из 10 частей, ни больше, ни меньше И каким образом это дело работает Вы набираете восклицательный знак Автомышку купить Ну, или сначала просто восклицательный знак Автомышку, допустим И Корвин вам ответит, сколько сейчас стоит Автомышка Ценник на Автомышку тоже зависит от текущей недели Вы, значит, у Корвина покупаете эту запчасть Потом набираете команду Восклицательный знак Автомышку собрать И, как бы, ваш персонаж Ну, вы, фактически Пытается эту деталь к мышке приделать Есть шанс Того, что вы, собственно, эту деталь сломаете Вместо того, чтобы ее приделать Сразу вам скажу, что нормальный шанс По приделыванию запчасти к мышке Это 30% Вам за один стрим Внимание, подчеркиваю, за один стрим Необходимо собрать 10 частей Если вы соберете такую мышку То, ну, на данный момент у меня до конца функционал не реализован Поэтому сейчас вы просто получите 500 колбасок Если, ну, впоследствии Когда у меня будет немножко больше времени Я хочу, чтобы еще Корвин оценивал Насколько у вас получилась хорошая Автомышка И в зависимости от того, насколько она близка к идеалу Вам будут даваться больше или меньше колбасок Сейчас количество 500 Потому что оно среднее Сразу хочу сказать, что за идеальную мышку я буду давать 1000 Ну, хотя шанс, конечно, очень невелик Но если вы действительно удачливый и рисковый человек Почему бы нет 237 человек нас уже смотрят Это уже хорошо Ну, вроде бы рассказал все, что касается Корвина Да, в принципе, большинство важных событий Будут выводиться также на экран стрима Помимо чата То есть, допустим, всякие голосовалки и все прочее Мы с вами в конце стрима, я думаю, проведем голосование Понравился ли вам ботик Ну, как бы Да, ну, наверное, такой будет тестовый У нас с вами тестовое голосование Для того, чтобы проверить, как у нас работают Нотификации с голосованиями И с аукционами И с розыгрышами И все в том В этом духе Ну что, поехали майнкрафтить Так Что я сделал за кадром Во-первых, давайте, наверное Я прямо сейчас запущу Майнкрафт Для того, чтобы Тем из вас, кто не видел анонс Или тем из вас, кто Не понял Из этого анонса немножко Я покажу, собственно, что я сделал Кстати, да, ребятки Еще одно новое такое Ну, нововведение Новое правило, наверное, могу сказать так Если вы хотите Задавать мне вопрос Теперь нужно обращаться ко мне по нику То есть собачка Цвелс Пробел вопрос В противном случае Из-за того, что я, собственно Включил развлекуху в чате Я просто банально не вижу Что вы там пишете Если вы не обращаетесь ко мне Одна большая просьба Если это не вопрос Если это, как бы Просто какая-нибудь фигня То не надо обращаться ко мне За такое я буду вас, ребята Мутить Итак Сингл Сингл-сингл-сингл-гейм Сингл-гейм Сингл-гейм Так Во-первых Мы с вами сегодня будем мучить Вот этот вот рычаг Единственное, что Баундинг-бокс Наверное, я у него Все-таки оставлю Вот такой вот коробочкой Потому что, как я уже говорил Мне лениво Мучить Композитные баундинг-боксы Которые бы, соответственно Его плавно облегали Ну, по крайней мере, пока Возможно, потом за кадром Я ему и сделаю Красивый баундинг-бокс Хелп по новому Корвину DM3CH Димыч, да? Дмитрий, не знаю, как тебя правильно читать Да, будет Я просто, на самом деле Корвин написал Где-то, наверное, вот За эту неделю По пару часов в день И пока еще не успел сделать К нему описание И документацию Да, будет Так Возвращаемся Собственно, к нашему Майнкрафту И Смотрите Он, во-первых, в высоту два блока Поэтому мы с вами сегодня будем Немножко мучиться с тем Чтобы его сделать правильным Потому что, конечно Пройти мы через него не можем Но Допустим, блок Мы с вами вполне себе Можем поставить вот так Это неправильно Потому что, соответственно Я вот только-только начал делать И решил, что Остальное мы с вами сделаем на стриме На самом деле Любой блок в Майнкрафте Который занимает Больше одной клетки Он уже Фактически является Как бы мультиблочной структурой То есть, в принципе Если мы с вами, допустим Возьмем какую-нибудь дверь Стандартную Майнкрафтовскую дверь И куда-нибудь ее поставим Мы, собственно Увидим, что она занимает Фактически два блока Верхний и нижний То есть, когда мы с вами Используем этот предмет У нас с вами создается Не только блок Где мы с вами Эту дверь ставим вниз Но и, собственно Второй блок Который Является верхом двери Именно из-за этого Если у вас, допустим Лагает клиент или сервер Тогда бывает так Что дверь открывается Как бы по частям Сначала открывается Один блок Потом второй Вот Так что нам с вами Придется каким-то образом Сделать примерно то же самое И для этого рычага тоже Свинка, уйди, пожалуйста Кроме того, что я еще сделал Вы, наверное Обратили внимание То, что у меня в инвентаре Давайте я, наверное Даже попробую сейчас Сделать вот так Для того, чтобы вам было виднее Вот ты, е-мое Ать Нет Боюсь, что не получится У меня сделать В полный экран Майнкрафт О, получилось И Тоджел Даунфол Не надо нам с вами дождя У меня, собственно Появились иконки В инвентаре Наконец-то у меня дошли руки До того, чтобы сделать К своим контролам Такие вот Миленькие Иконки Которые у нас, соответственно Будут здесь теперь Видеться Если мы с вами наберем Свитч То еще вот этот вот Наш рубильник замечательный Более того Теперь они рендерятся Еще и в руках У нашего с вами персонажа Более того Рендерятся они С дефолтовыми текстурами Соответственно дуба Дубовых досок И каблы В принципе Я что-то так подумал Мне на самом деле Настолько нравится Как они выглядят в инвентаре Что возможно Я даже сделаю Эти текстуры Дефолтовыми Для рычагов Когда они стоят в мире То есть в принципе Если мы с вами Это дело поставим в мир У нас все так же Будет текстура отсутствовать Что в принципе Вполне наверное логично Вот И наверное Не исключаю Что я вместо Вот этой вот белой Прозрачной текстуры Сделаю здесь тоже Доски и кабл Кроме того Большое спасибо Господину Ордин Нести Это собственно Автор Малисис Корр И Малисис Дорс Вчера мы с ним Пообщались в IRC Достаточно продолжительное время И собственно Он мне подсказал Тот момент В чем я тупил С освещением Смотрите Смотрите У нас с вами Эта кнопочка Теперь наконец-то Выдает яркий Красивый свет Его по идее Даже должно быть Видно Издали Если мы с вами Сделаем допустим Time Set Night То мы это будем Видеть еще более Ярко У нас появился С вами светящийся блок Который не реагирует На освещение Которое есть рядом То есть ему без разницы Ночь у вас День у вас Если он включен Он будет излучать свет В принципе Кто-то из вас Не помню если честно Правда кто Просил сделать Такие вот Элиминирующиеся кнопочки То есть в принципе Вот это вот обычный Выключатель Кстати если мы с вами Допустим возьмем Какой-нибудь блок Блок травы это не очень интересно Давайте возьмем Допустим гладкий камень И установим его В качестве текстуры Для кнопки То у нас с вами Как бы вот эта вот проекция Она будет повторять Текстуру нашего Гладкого камня В данном случае Так что в принципе Я думаю что так тоже Вполне себе Выглядит неплохо Более того Он даже еще немножко Издает Как вы видите Свет вокруг При включенном Своем состоянии Ой-ой-ой-ой-ой-ой Как картинка зависла Вы что Аааа Картинка зависла Понятно Зря я вам все это рассказывал Нет завис не майн Зависла действительно картинка Потому что Иксплит не умеет Хватать майн В полноэкранном режиме Это немножко арк Ну ладно Давайте значит с вами Продолжим обсуждение Что я говорил Давайте попробуем Это сделать Вот так Я думаю что так У нас с вами Иксплит сможет захватывать майн Иконки Ребятки Повторяем Дубль два Для тех кто ничего не видел Потому что это собственно все Никто не видел ничего И что я сделал Я сделал иконки То есть у нас с вами Теперь предмет Когда лежит в инвентаре Он отображается Такой вот красивой текстурой Моделькой И даже более того Ребят Вопросы Что касается Именно кодинга Я немножко попозже Вам постараюсь ответить Но вообще лучше Если у вас есть Какие-то подобные вопросы Лучше сразу идти на форум Итак Есть у нас с вами Наши пять Уже теперь контролов Ну вот этот вот В принципе не очень считается Stationary Handle Это который вот этот вот Здоровый Здоровая вот эта штука Остальные у нас с вами Вот таким вот образом Родорятся И более того Если мы с вами Посмотрим на себя Вот третьего лица Единственное что Теперь вот надо сделать Совершенно точно День А то ничего не видно То мы видим Что у нас в руке Нашего персонажа Тоже эти модельки Успешно рендерятся Рендерятся они При помощи двух текстур Текстуры соответственно Досок И текстуры каблы Мне кажется Что это выглядит Очень неплохо Как я уже говорил И возможно Я даже поменяю Дефолтовые текстурки Вот эти вот Именно на текстуры Каблы И досок Потому что Если мы с вами возьмем Ту же самую каблу И доски И попробуем их сюда поставить То по-моему Это выглядит симпатичнее Чем вот так вот Или я уже даже не знаю Возможно Действительно Надо будет сделать Просто какие-нибудь Свои кастомные текстуры Но хотя вот такой вариант Мне бы Пожалуй Я бы сказал Что действительно нравится Вполне себе Вот Так что я собственно Вам говорил дальше По поводу вот этой вот кнопки Спасибо за что Ординастия надо сказать Теперь у нас с вами Она излучает свет Ух ты Ух ты Какой интересный эффект получился Это из-за того Что у меня Майнкрафт Почему-то развернут В полное окно Ну ладно Time set night Делаем мы с вами ночь И мы видим Что вот эта вот наша Кнопка Она светится То есть ей действительно Пофигу Когда она включена Она светится Достаточно далеко Более того Если я отсюда уберу текстуру То будет светиться Еще ярче Такой белый вот Прямоугольник Такая вот соответственно Штуковина у нас С вами появилась Вот Более того Я немножко еще Переписал код Если мы с вами выйдем Из Майнкрафта Потому что я вам вроде как Все показал Я естественно Для все-таки Того что мы с вами Писали на стримах Где он у нас Фэнси Хэндл Для этой штуки Тоже переделал Ее родительские классы На то что мы с вами делали И опять же Для всех классов Добавил Рендер инвентурии Рендер инвентурии у нас С вами выглядит Вот таким вот образом Мы просто с вами Сбрасываем состояние Перемещаем модельку Немножко ближе К центру блока Потому что изначально Как вы помните У нас с вами модельки Надрятся на дальней стороне От текущего блока Немножко их увеличиваем В полтора раза И соответственно После этого Устанавливаем текстуру И выводим модельку На экран В принципе получается Вот так вот симпатично Смотрел ли я Саункрафт 5? Нет Я не буду даже смотреть В принципе Саункрафт 5 Потому что я стараюсь 1.8 вообще Даже о нем не думать И в принципе пропустить И даже не знать Что такое вот есть Что я сдавал по выбору В школе А если честно Я не помню Был ли у нас вообще Выбор в школе Ребята Я школу заканчивал В 96 году 1900 Это сколько прошло-то уже 20 лет почти Если не больше Нет 10 Нет Чуть меньше 20 лет 19 лет прошло Я не помню Так И собственно Сегодня о чем я говорил Мы с вами попробуем Сделать вот этот вот блок Который Station Rehandle Мы его попробуем сделать Нормальным мультиблочным Для того чтобы собственно Нельзя было пролезать Через верхний блок И второе Точнее первое С чего мы с вами начнем Я попробую себе Все-таки заменить Вот эту вот Вот эти частички Эти партиклы Потому что сейчас у меня Это дело Просто выводится Стандартным Редстоуновым способом То есть если мы с вами Вспомним прошлый стрим Вспомним с вами Редстоуновую руду То мы Опять же увидим Вот эти вот частички Единственное что Для Редстоуна Они красные Потому что эти частички Берут цвет От грубо говоря Ну как сказать Текстуры Не текстуры блока То есть то что От Редстоуна Они идут красные В моем случае У меня такого здесь нету Поэтому они идут черные Вот именно это Я собственно сейчас И хочу Поправить В первую очередь Сделал ли я уже Крафт кнопок Рычагов Нет не сделал Ну кстати в принципе Можем с вами крафт Тоже на этом стриме На сегодняшнем И сотворить Где наш рычаг Нет у меня Ни одного такого рычага Давайте его куда-нибудь повесим И давайте ему Наверное дадим Тоже красивую текстурку Все-таки я все больше И больше склоняюсь К тому что надо Индефолтные текстуры Сделать Вот таким макаром И о Кстати А заодно проверим И корвин ботом Давайте-ка мы с вами Устроим голосование Нужно ли Поменять Так не так Это очень длинно будет Выставить Текстуры По умолчанию И вариант Да И вариант Нет Поехали Для того чтобы Проголосовать Вон собственно Корвин в чатике Вам написал Нужно нажать Восказательный знак Один Это да Это первый вариант Или восклицательный знак Два Это второй вариант И по идее Сейчас на самом экране стрима Должно быть По этому поводу Оповещение Если у меня Он не завис Нет он не завис Вот собственно Мы видим Вопрос Кстати все-таки Надо будет что-нибудь Тоже придумать С дизайнером Потому что не влезает вопрос И мы должны По идее В реальном времени Наблюдать Процесс голосования Ой чат Заспамили Ой Заспамили чат Ой ужас какой На самом деле Даже будет интересно В итоге Что у нас с вами Это голосование Нам покажет Я специально Ничего не делаю Потому что Нотификация Перекрывает Все-таки часть стрима Соответственно Мы с вами можем Что-нибудь Не увидеть И пропустить Наверное Хорош Насколько я вижу У нас с вами Победил первый вариант 67 процентов Против 33 Давайте Отменим голосование Голосование Закрыть Кажется Я это сделал Да что такое Не могу написать Слово закрыть Голосование Не закрыть Нет Никак Какую я команду Сделал для голосования Вот уж Воистину Забыл Так Команды Где у нас Голосование Голосование Да нет Закрыть Почему Что не закрываешься Кулдаун На корве Настоит На самом деле 4 команды В 20 секунд И надо бы Наверное Для себя Кулдаун Отменять А то Как-то Странно Я не могу Закрыть Голосование Ай Прелесть Я должен Это сделать Нет Зик Не наманьячил Зик Просто Почему-то Для себя Не сделал Исключение В кулдауне Поэтому Соответственно Вы своими Командами Перекрываете Кулдаун Мой Вот Отлично Голосование Завершено Победил Вариант Да И сейчас Я зашусь Что это дело Визуализуется Нормально На экране Стрима Ну-ка 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 Отлично Все сработало Good Все Меня это дело Устраивает Единственное Что да Действительно Нужно для себя Отменить Как таковую Как таковый Кулдаун Так Одну секундочку Ребятки Спасибо за субтитры Продолжение следует... 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 Потому что сама по себе функция SpawnParticle из класса World, она работает только с ванилопартиклами. То есть, как только мы с вами создали свой новый класс, у нас все. У нас вот эта вот функция уже не будет работать никак. Поэтому приходится делать вот такие вот костыри. Так, по идее, если я нигде ничего не наманьячил, а я мог, это должно заработать. Человек, про которого я сказал, русский или англичанин, мистер Спит. Он не англичанин, он европеец. Единственное, что я не знаю, кто он все-таки по национальности. Нет, он не русский. Ну, кстати, да, ребятки, кто будет всякую дрянь добавлять Корвину в коробочку, будет, как обычно, забанен. Как вы знаете, разбанов у меня не бывает. Рома 2005-2375, пока. Ну и, кстати, да, у Корвина все это дело протоколируется. Поэтому я после стрима посмотрю, чего туда понадобавляли. Там написано, кто это сделал, во сколько это сделал. Я думаю, что мы с вами еще несколько человек на стриме больше не увидим никогда. Опаньки. Какой интересный получился, однако, у нас с вами эффект. Вообще не то, что я хотел, но очень забавно выглядит. Такие крученые штучки. Ладно, давайте кастомизировать. Что мы с вами можем сделать? В конструкторе можем с вами сделать такую вещь, как Set Color, как он там назывался, Set RGB Color F. И у нас с вами частички будут красными, то бишь Red. Давайте их сделаем ярко-красными, давайте их сделаем 255. Хотя, погодите-ка, он Float. Очень интересно. Очень интересно, почему он Float. Не исключаю, что здесь RGB идет не по 255, а по каким-нибудь там от нуля до единицы, или что-нибудь типа того. Redstone смотрелся лучше. Ну, мы с вами поиграемся еще с частичками, ребятки. И все же сразу. Вот, красные красивые частички. Хотя, пожалуй, да, Redstone смотрелся действительно лучше. Давайте посмотрим... Ой. Шейдеры? Что это такое вообще? Adoptions. Интересно, что за мод такой добавляет. Впервые туда нажал. Так. Давайте посмотрим, какие у нас еще есть с вами частички в ваниле. Aura FX. Это, насколько я помню, то, что исходит от жителей. Блок Dust. Я даже не помню, что это такое. Breaking. Это частички при разбивании блока. Bubble. Пузырики, наверное, когда мы с вами тонем. Cloud. Cloud. Облака. Это у нас тоже, оказывается, частички. Я даже не знаю, что такое. Критический удар. Первый, второй. Копание. Drop Particle. Это когда что-то падает. Enchantment Table. Взрывы. Фейерверки. Кстати, Fireworks Spark FX есть. Хм. Давайте-ка ради интереса попробуем. Нам достаточно просто это дело поменять. А вот у него. Как это это Can't Resolve? Ну-ка, заимпортируй-ка. Can't Resolve, понимаешь ли. Чего тебе не нравится? Конструктор другой. Мне лениво смотреть, какой там конструктор. Поэтому я сделаю хитро. И отсюда удалю конструктор. И создам новый. Естественно, цвет... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Цвет, естественно, красный. Запускаем. Крашек. Ага, количество параметров отличается. Эффект рендерер у нас здесь с вами еще добавляется. Что такое эффект рендерер? Что это за хреновина и с чем ее едят? Так, а давайте-ка посмотрим, наверное, каким образом у нас инициализируется этот самый Fireworks. Fireworks. Почему ты его здесь не видишь? А, потому что он у нас не здесь с вами инициализируется. Где он может инициализироваться? Рендер global какой-нибудь. Возможно. Возможно, нет. Да. Breaking. Это все пятое-десятое. Entity flame. Entity explode. Entity spell particle. Spell particle, spell particle. Блин, где Fireworks-то? Fireworks. Эффект рендерер. Add effect. Ох ты, е-мое. Это в Huge Explosion у нас. А где-нибудь в другом месте? Все, нету? Обалдеть. Хм. Это мне не очень нравится. Эффект рендерер. Кто ты? Ты эффект рендерер. А, ты из Майнкрафта. Ты из класса Майнкрафт. Ну, в таком случае, возможно, у нас это и получится. Угу, 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 угу. Майнкрафт. Эффект рендерер? Нет. Как он назывался, блин? Он еще и, небось, Private какой-нибудь. Нет. Public. Эффект рендерер. Класс Майнкрафт. Get Майнкрафт. Эффект рендеререр. Запускайся. Радужный мячик. Как мило. Хе-хе. Да, и, кстати, мне нужно уже починить в моем нотификаторе время стрима. А то меня иногда пугает число 3.40. Хотя, по факту, стрим идет всего-навсего 40. Ух ты. Занятно. Только мне не нравится то, что... Хотя, в принципе, то, что частички падают вниз, в этом даже что-то есть. Единственное, что, наверное, нужно их спаунить немножко ближе к игроку. Что скажешь ты про частички? Когда я буду делать обозрение магнетика и иммерсива? Ну, когда-нибудь. Будет ли Факторио на Канаре? Не знаю. Нет, частички мне все-таки эти определенно нравятся. Единственное, что во время бы жизни им еще поменьше сделать. Мы сейчас с вами, пожалуй, этим и займемся. Что за мемуары я спалил, когда разбирался с Корвин Ботом? Это, собственно, загадки в Мага Данже. Слишком долгие частички, да, согласен. Ну, вот с этим со всем мы сейчас с вами разбираться и будем. Во-первых, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы они спаунились немного ближе к игроку. Какой это может быть из этих координат? Это все-таки Z или это все-таки X? X координата плюс. Это может быть, что характерная и та, и другая. Поэтому давайте, наверное, с вами сделаем переменную offset. И выставим ее, скажем, в 0.1. И этот самый offset мы будем прибавлять в зависимости от, соответственно, нашего ориентации, нашего поворота, нашего блока. Мы с вами это дело будем прибавлять к его координате. Сейчас узнаем, что из этого получилось. Сэм Хорвиц, отлично. Я, говорит, подготовиться к стриму не успел, поэтому Зика, типа, кури. На самом деле, ребятки, я пойду перекурю минут через 10, наверное. Так что не переживайте. Так. Ну, вроде как. Вроде как все неплохо. Я даже не наманьячил, кажется, со стороной. Единственное, что, наверное, неплохо было бы, если бы они еще немножко ниже начинали спавниться. Хотя, вроде и так ничего. Так. Единственное, что еще время жизни нам нужно этим партиклам поменять. Чтобы они быстрее гасли. А так все забавно. У нас же есть свой собственный класс, где мы можем над ними извращаться. Поэтому SetLifetime. Нет такого. ThisLifetime. Нет такого. Как в частичках называется время жизни. Скеллинг есть. Блин. Не написано у господина с ником Jabilar. Поэтому придется копаться вот здесь. Это у нас с вами вот этот вот класс. Так. А он вообще у нас от NTTFX. Поэтому, возможно, здесь ParticleTexture. ParticleAge. ParticleAge. Интересно. А в каком он должен быть в диапазоне? ParticleMaxAge, во-первых. 48 здесь сейчас стоит. Давайте сделаем вот так. И к этому прибавим, допустим, 10. Давайте посмотрим, что получится. 346 человек. Так. По-моему, нужно сделать время еще меньше. Хотя. Нет, по-моему, забавно на самом деле. Даже забавно то, что они опадают. Я, блин, так могу долго играться. У меня почему-то просто прут эти частички. Очень прикольные. Единственное, что, наверное, давайте их немножко сделаем более кучными. А то они у нас вылетают сверху, снизу. Давайте попробуем сделать так, чтобы они вылетали все-таки ближе к центру. Так. Это, по идее, их x, y и z. И здесь у нас с вами просто прибавляется что-то между нулем и единичкой. Нам нужно сделать так, чтобы сюда прибавлялось не между нулем и единичкой. Как бы нам из NextFloat сделать еще и поменьше параметр. NextFloat нам выдаст число от нуля до единицы. Мне нужно, чтобы число было от нуля до 05. Сделать два цвета красный и желтый? Или цвет оранжевый? Два цвета, если честно, не уверен, как сделать просто. А вот оранжевый, оранжевый можно попробовать. Так, что у нас такое оранжевый цвет? Погодите, почему оранжевый? Я же сказал, что он будет красный, потому что Redstone. Что вы меня путаете? Не будет вам оранжевого. Redstone красного цвета. Будут ли в моде нажимные плиты или сенсоры? Что-то по типу крюков для ниток. Каким образом сенсоры соотносятся с крюками для ниток, я не знаю. Нажимные плиты, возможно, будут скрытые. Что касается крюков, для ниток их не будет. Это есть в Emersive. Я пока не хочу залезать в его IP-шку, для того, чтобы делать аддон для него. Так что нет. Сенсоров тоже, собственно, не будет. Можешь добавить в GUI пункт с выбором партиклов. Нет, Gamer Out of Time. Не буду я такого делать. Во что я планирую играть после Grimrock'а? Есть одна игрушка. Пока не знаю, буду в нее играть или нет. Она тоже очень старая, но по типу Grimrock'а, собственно. Красный, но потемнее. Красный потемнее. Давайте попробуем. Давайте сделаем 128. И все-таки перед тем, как это дело проверить, давайте подумаем что-нибудь вот с этим. Как бы мне все-таки это дело умудриться... Так, а может быть, у нас в NextLot'е есть параметр какой-нибудь, нет? Ну, это, конечно, все хорошо. Nexus 24 разделить на единицу, сдвинутую влево на 24 бита, преобразованную во флот. очень интересно. Блин, как бы это сделать-то? Ладно, будем с этим потом разбираться. Мне для этого нужно быть не на стриме, и для этого нужно включить голову. На стриме включить голову иногда бывает сложно, потому что это стрим. Просто поделить NextLot на число. Кстати, вариант. Кстати, вариант. Ребятки, что-то я туплю. Действительно, больше, чем обычно. Давайте так и сделаем. Если я это дело, допустим, разделю на 2, мы с вами получим от 0 до 0.05. И к этому от 0 до 0.05 надо прибавить... Сколько у нас получается? 0.5, 0.25, да? Как-то так. Поехали. Привет-привет, ребятки. Кто снова... Точнее, кто к нам присоединяется? Почему? Снова. Во. То, что нужно. Частички идут прямо из серединки. Спасибо. Что-то действительно я ступил с делением. Так же все проще. И логичный. Так. Ну, что-то я не вижу, чтобы частички стали темнее, если честно. Хотя, вроде как, им сделал здесь 128. Погодите-ка. Может быть, здесь все-таки действительно один? Учередливо, что флот. Флот. Возможно, нам с вами действительно нужно сделать что-нибудь вроде там 0.5. Сейчас поставил единичку для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. 1 из 9 на 2 это не 0.05, это 0.5. Да. Это все-таки флот. Во всей своей красе. Давайте попробуем вот так. Хорошо, что я это заметил. Точнее, не то, чтобы заметил. Хорошо, что вы меня просили сделать их потемнее. Hero Craft, я уже показывал в самом начале стрима, что я уже сделал. Если ты имеешь в виду полностью и целиком то, что есть здесь сейчас. Да, вот так вот они потемнее. Наверное, посимпатичнее. Надо еще будет звуки потом добавить. Или что-нибудь там. Не знаю. Пац. Ну, со звуками тоже. Я думаю, отдельная тема. Где их братья, пока не знаю, но полазаю по интернету, найду что-нибудь. Или в конце концов запишу свои. Нет, это не рычаг, который будет говорить арк. Успокойтесь. Так. Ну, что я могу сказать? Частички даже, пожалуй, работают. Я их, наверное, даже вот так вот и оставлю. При включении они идут, причем при выключении они не идут. Что логично. Ну, не знаю. Странный звук. Все-таки это рубильник. И, кстати, да, нам с вами нужно будет поправить модельку. Действительно, потому что я не сделал здесь клеммы. Соответственно, они должны быть внизу где-то. Потому что вниз у нас с вами включение идет. И, кстати, что касается включения и выключения вверх-вниз, да, как я уже говорил, это все-таки будет отдельная конфиг опция. Так. Ну, что я хочу сказать, ребятки. Дайте мне, наверное, пойти перекурить. И после того, как я вернусь, мы с вами продолжим. Наверное, если уж почему-то многие из вас так этого хотят, давайте, наверное, в таком случае сделаем рецептики. По крайней мере, сделаем какой-нибудь один рецептик, допустим, для кнопки. Потому что я его себе приблизительно представляю в голове. Давайте с вами перейдем куда-нибудь вот сюда. И сделаем здесь себе еще одну функцию. Public. Так, она не статик, она просто void. Хотя, погодите-ка, она у нас... Нет, у нас весь класс со статиками, поэтому пусть будет статик. Ну, вообще, да. У нас с вами экземпляр в любом случае будет один. У нас с вами этот класс это синглтон, поэтому без разницы. Void Register Recipes. Вот здесь у нас с вами будут рецепты. Ушел? Не скучайте, мучайте Корвина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 И продолжаем разговор. Рецептики. Поехали! Game registry Add Recep Recipe Recipe И так, нам здесь с вами нужно возвращать itemStack. ItemStack от нашего предмета. Мы с вами сначала будем делать нашу fancyButton. FancyButton. GetItem. Item. Опаньки. Как неправильно взять item. Или у нас itemStack скушает это дело из блока тоже. Видимо, не скушает. Тупёж, тупёж. Чё тебе не нравится-то? Method callExpected. Так, погодите-ка. Давайте сначала сделаем остальные параметры. Возможно, ошибка не в этом. Так, мы с вами это дело будем делать следующим образом. Вот так вот у нас с вами будет выглядеть рецепт. Кстати, вот я единственное, что не знаю у нас с вами, нужно ли третью заполнять позицию, если мы с вами её не используем. Так. А! Это у нас с вами будет slab. Блокс. А чё так мало блоков? Ах ты, ё-моё. У меня Блокс называется класс. Ох, ох-ох, вонюшки. Вот здесь вот мои познания джавы меня, собственно, как бы это сказать, подводят. Нам нужен Minecraft Blocks. Блин, горелый. Как это сделать? Напишите кто-нибудь в чате. Каким образом вызвать класс, который не текущий, с таким же именем. В C это я бы сделал вот так. Но здесь, боюсь, так не получится. У нас с вами Блокс, это статический метод, насколько я помню, в Майнкрафте. Есть у меня такое ощущение, что проще будет переименовать класс. Если честно. Рефактор. Назовём его не Блокс, назовём его Мод Блокс. Это будет быстрее. Вот, так-то лучше. Так, слэбы. Wooden Slap. Stone Slap. А, Б. Это у нас с вами будет кнопочка. Stone Button. Ну, всё-таки вот теперь что-то нужно сделать вот с этим. Так, что нам с этим... Скинешь в чате код хендлера сообщений у бота. Не могу подобрать правильный. Код хендлера сообщений? Что ты имеешь в виду? На самом деле там просто тупо. Он читает из сокета сообщения и всё. Дальше посмотри на этот самый... На... ARC протокол. Я немножко не понимаю, что ты имеешь в виду, если честно. Хаюшкин. Так что тебе здесь, блин, не нравится? Item stack же. Нет? А, ну конечно. New item stack. ARC. Так, по идее, у нас с вами должен сейчас появиться рецепт для нашей кнопки. Когда я буду отвечать на вопросы по кодингу? На вопросы по кодингу лучше всё-таки, как я уже говорил, писать мне это дело в форум. Потому что на стриме я всё-таки сам-то туплю порой. Не то, что на вопросы отвечать. Но на что-нибудь простенькое могу ответить. Просто на самом деле, почему я не хочу отвечать на стриме на вопросы по кодингу? Потому что, как правило, вопросы будут из серии, что отвечать нужно будет кодом на 5 страниц. Поэтому это немножко неудобно, банально. Так, давайте возьмём себе эту штуку. Давайте себе возьмём stone slab. Три мне нужны stone slab. Это всё из инвентаря поубираем. И кнопочка. Давайте поставим верстак и попробуем сотворить здесь нашу кнопку. И ничего не работает. Stone slab и button. А, я даже знаю, почему ничего не работает. Потому что, как это ни странно, ребятки, этот метод нужно ещё, блин, вызвать. Чего я, по какой-то непонятной причине, не сделал. Что такое? Мне дождь будет преследовать даже в моём дев-энвайронте. Ужас. Господи, у Корвина в коробке есть Гоша-алкоголик. Зачем? Зачем вы запихнули Гошу-алкоголика к Корвину в коробку? Кто вообще такой Гоша-алкоголик? Надо научить Корвина говорить, сколько осталось до конца недели. В принципе, да, неплохая идея. Можно. Е-эй! Фэнси-баттон. Шлёпи. Работает. Так. В таком случае давайте добавим ещё те рецепты, которые я, в принципе, себе представляю, как должны выглядеть. Если мы с вами посмотрим, что у нас здесь есть дальше. Фэнси-хэндл. Я вот думаю, что как раз это самый фэнси-хэндл. У нас с вами будет сделан примерно так же. Единственное, что в качестве B здесь будет выступать, как это ни странно, рычаг. Дальше рецептик, который у нас knife switch, наш рубильничек. Рубильничек наш будет собой представлять что? Я думаю, что он будет собой представлять вот такую штуку. Дальше у нас с вами идёт switch button. Switch button это кнопочка, включающаяся и выключающаяся. И более того, она ещё и светится. Поэтому у нас с вами это... Как бы это, наверное, лучше сделать-то даже и не знаю. B у нас здесь с вами будет кнопочка. Каменная. C у нас здесь с вами будет рубильничек. Но здесь бы по-хорошему сделать ещё куда-нибудь glowstone. Давайте, наверное, сделаем вот так. D. Эй, я случайно Enter нажал. D. Это у нас с вами будет blocks glowstone. А, это блок glowstone. Тогда не blocks, тогда items. Glowstone. Blaze powder, blaze rod. Как glowstone, блин, называется? Glowstone dust. И, соответственно, наш мега-рычаг, который пока ещё ничего не умеет делать, но уже обзаведётся своим собственным рецептом. Он у нас с вами будет делаться не из слэбов. Он у нас с вами будет делаться, допустим, из гладкого камня. Дальше к нему будет присобачено два рычага. Допустим. Blocks lever. Давайте попробуем, что мы здесь накодили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, поздно. Вот это забыл сделать. Сейчас, скорее всего, у нас с вами будет крашек. Крашека не будет, но лучше перезапуститься. Ой, а кто-то виска сположил коровину в коробку, как мило. А Рича-то зачем туда? Так, у нас с вами снова перезагружается мир. А, нет, не перезагружается. Странно. Где тут наш верстак? Так, что мы с вами здесь наделали? Не сэб, а слэб. Давайте возьмем сразу стак слэбов. Давайте возьмем себе кнопочки. Стак. Давайте возьмем себе рычажки. Стак. И возьмем себе glowstone. Стак. Так, ну первый рецепт мы с вами уже опробовали, но давайте посмотрим, что я здесь ничего не сломал. Да, фэнси-баттон у нас с вами есть. Если мы сюда поставим вместо кнопочки рычаг, получим фэнси-хэндл. Если мы с вами сюда поставим два рычага, то получим knife switch. Если мы с вами сюда поставим кнопочку и рычаг, и два glowstone, то получим switch button. и если мы с вами возьмем себе гладкий камень и присобачим сюда два рычага, то получим наш гигантский stationary handle. Отлично, все рецепты у нас с вами работают, что не может не радовать. Time set 0. Ей! Так, чем мы с вами будем заниматься дальше? Давайте попробуем для нашего рычага сделать нормальную анимацию. От этого вот и от этого вот и от этого вот мы с вами можем уже избавиться. И от этого, собственно, тоже. Так. Анимация. Наш с вами рычаг. Вращать его нужно ни в коем случае не на 180 градусов, а максимум на 45, а то и меньше. Кстати, 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 ребятки, когда мы с вами его добавляем, нам нужно этот самый switch handle тоже немножко повернуть. Повернуть его нужно на приблизительно градусов, наверное, 20. Сейчас я опять буду тупить вокруг какой оси это делать. По-моему, это будет вокруг оси Z. И offset. Давайте пока ставим 0, а там будет видно. Switch handle, store state. Поехали. Брежнева зачем ему? Зачем Корвину? Брежнев, люди! Огститесь! Пожалейте несчастную рыжую колбасу. NetBeans. NetBeans. О, господи, почему NetBeans? InteriJ IDEA, конечно же, от JetBrains. NetBeans, на самом деле, тоже неплохой вариант. Но как так получилось? Как изменить текстурку у существующего блока? При определенном событии он меняет текстуру. Вопрос, у существующего блока какого мода? Если твоего, то просто, если не твоего, то сложно. Так, мы с вами не в ту сторону повернулись. Значит, нам нужно повернуться в сторону X. Кривой рычаг Халка. Попробуем. RedNo. Если твой блок меняет текстуру, то, допустим, как это сделано у меня, внутри нашего с вами рендерера, внутри RenderTileEntity, мы с вами вот здесь вот задаем текстурку. Здесь, соответственно, текстурку можно задавать по условию, как угодно. Если блок не твой, то все сильно сложнее. Надо по-хорошему переписывать его рендер-код. Так, ну, в принципе, повернулись мы не в ту сторону, потому что угол нужно сделать минус, а не плюс. Но это полбеды. Все-таки, видимо, не ноль. Потому что где-то примерно вокруг вот этой точки мы с вами повернулись. Почему-то. Так что нужно по оси Y нашу с вами точку двигать. И двигать ее нужно вниз. вниз это минус. Минус 0.5F. Сейчас опять будет... Готовьте свои, собственно, средства записи. Сейчас опять будет у нас с вами рычаг Халка, который будет в разные места ездить. Запускать Манграфт через Дебаггер. Ну, не хочу я запускать Манграфт через Дебаггер. ID, насколько я помню, не поддерживает автоматическое изменение параметров на 3D-бага, поэтому... Ну, без дополнительных настроек. Поэтому мне смысла этого делать нет. То есть мне в любом случае каждый раз с каждой правкой придется что-то доизменять. Так, мы с вами в нужную сторону теперь засунули рычаг. И даже есть такое у меня ощущение, что он еще и повернулся вокруг правильной оси. Как-то я так сделал. Точнее, даже не вокруг правильной оси, а вокруг правильной точки. Единственное, что повернулся, он слишком далеко. Кстати, специально сейчас продемонстрирую, что касается Дебага ID. Запускаем через Дебаг. Если сейчас заработает, конечно, будет эпично. Потому что у меня Дебаг вот таким вот образом не работал. Так, еще нужно немножко меньше сделать угол. И давайте проверим ваш Дебаг. То есть по логике вещей я должен вот здесь поставить Брягпоинт и дождаться пока Майн до него дойдет. А, ну да, у меня есть еще одна кстати проблема с этим рычагом. Так, Брягпоинт у нас с вами не отрабатывает. То есть до суда код уже не доходит. Инициализируется он при старте мира, да? Давайте выйдем из мира. А вот нифига он не при старте мира инициализируется. Что за отчат и что люди вообще творят в Вова Ноксин? Я там ничего не вижу. Ради бога. Пусть играются. Ничего против не имею. 381 человек смотрит стрим, но на самом деле это мало. Потому что на прошлых двух стримах людей было чуть больше 500. Сегодня как-то странно. Так. Отключаем нафиг ваш дебаггер. Сегодня не работает. По-хорошему надо запускать его конечно через не ран клиент, а через дебаг грейдловский. Подключать его через локальный порт. Тогда возможно он нормально заработает. А, мышки? Ну, новая фишка такая у нашего корминушки. Мышки. Я немножко позже сделаю документацию по этому поводу. Просто не успел. Так, еще меньше. Что, на 10, что ли, градусов? Мышки это, собственно, альтернативный способ зарабатывания колбасок. Даже не то, чтобы зарабатывание. В любом случае, для того, чтобы купить мышку колбаски понадобится. Но так можно их немножко побыстрее заработать. Все зависит от удачи. Кому-то побыстрее, кому-то побыстрее слить. Так, ну все, отлично. С углом мы с вами угадали. В таком случае, надо сказать, то, что у нас с вами анимация идет вокруг этой же самой точки. Это очень удачно, что я ее смог найти. и на 20 градусов по оси Х. Сдвинуть это дело на 0.5, на минус 0.5 по У. Анимейшн лэнс, дилей 0, как-то так. По идее, даже, наверное, все. Сейчас у нас с вами будет рабочий рычаг. Чем Эклипс не нравится? Ну, не нравится мне Эклипс, он тормозной. Да, чтоб тебя. Так. Точка такое ощущение, что у нас с вами угадано не совсем верно. Если я это дело обставлю блоками, и даже блоки поставлю вот здесь, чтобы было виднее, то мы с вами увидим, что рычаг до конца не уезжает. Хотя, наверное, это может быть и не очень плохо. Единственное, что бы мне хотелось сделать, чтобы перед тем, как рычаг просто отъезжал, у него бы еще, наверное, и нажимался вот этот вот стопор. Потому что, в противном случае, я не знаю, зачем я его сюда нарисовал. Та-та-та. Так, кстати, ради интереса, давайте проверим, работает ли на нем Redstone сигнал. Хотя, скорее всего, конечно, работает. Единственное, что куда он его будет выдавать? А, выдавать он его будет во все стороны. Выдавать он его будет не туда. Redstone сигнал, мы такое ощущение, что выдаем вверх. Потому что изначально у нас с вами у нас с вами... О, даже в левую часть. Изначально у нас с вами вот эти вот блоки рассчитаны на их положение относительно стенки. А не относительно того, что он как бы вот в ту сторону смотрит, поэтому туда он этот стон сигнал выдает. То есть, по сути, если я сделаю вот так, допустим, что у нас с вами будет? А ничего у нас с вами не будет. Он просто выдает сигнал вот на этот блок. Да. Нужно все-таки сейчас переписать ему будет его способ постановки. Но сначала давайте, наверное, займемся с ручкой. Возьмем наш блендер. Вот он у меня. Этот наш самый замечательный на свете рычажок. Что я хочу сделать в блендере? Вообще, зачем мне сейчас здесь нужен блендер? Мне нужно отрезать вот этот вот рычажок и сделать из него, грубо говоря, отдельную модель. То есть, мы с вами сделаем что? Мы с вами сделаем вот такое вот. Я думаю, так будет достаточно вполне. И что мы можем с этим сделать? Как бы тебя отсюда отрезать? Если бы я помнил. Blend from shape. Как тебе отрезать-то? Ладно, давайте поищем в тусах. Есть ощущение, что в тусах мы этого можем с вами не найти. А если я сделаю x, мы это сможем только удалить. Ладно. Google в помощь. Zieg гуглит, на стриме дожили. Блендер. Separate mesh from mesh. О. Separate. А, P. Это VNAMP. Selection. Все. У нас с вами теперь отдельный объект. Выходим из режима редактирования. Эта штука у нас с вами называется handle, а это будет называться handle, а это будет называться stopper. Задаем им имя. И, кстати, в прошлый раз я вам на стриме не показал. Вован Оксин, пока нельзя. Я еще это не доделал. Будет. Будет топ. Я вам в прошлый раз не показал, каким образом экспортировать модельку из блендера. Мы с вами делаем экспорт. Выбираем общ wavefront. И, что касается галочек, нам требуется поставить apply модификаторы, применить модификаторы, записать нормали, включить UV координаты и объекты как общ объекты. Все остальное ставить не надо. По умолчанию у вас здесь будет еще стоять write materials. Он для Майнкрафта никак не важен. И, в принципе, если вы его поставили тоже ничего страшного, вам просто создаст еще отдельный файлик с материалом. Это, в принципе, наверное, не сильно нужно. Так, сохраняем объект. И здесь нам с вами теперь нужно еще немножко поманьячиться. У нас с вами появилась еще одна шейпа, еще одна форма, которая называется switch stopper. И этот самый switch stopper мы с вами вот здесь вот возьмем. Switch stopper равняется switch module get shape get shape как я его назвал? А я его, по-моему, назвал stopper просто. Давайте на следующий случай проверим, чтобы нам с вами не схватить NPE. Да, он называется stopper. Этот самый stopper мы с вами собственно здесь мы с ним не делаем ничего. А, нет, мы с ним здесь должны сделать кое-что. Единственное, что я не помню. У нас с вами модельки поддерживают наследование объектов или нет? Потому что если бы они его поддерживали, я бы сделал немножко по-другому. Я бы просто сделал stopper дочерним объектом от ручки и все остальное за меня бы сделал код. Не в смысле корвен, а в смысле кода. Но боюсь, что это так не работает. Ой, кстати, что я не сделал, я это дело не вывожу на экран. draw shape еще и switch stopper. И, кстати, 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 где наша анимация? Давайте уж это сразу сюда заделаем в таком случае switch stopper мы тоже анимируем той же самой анимацией. Вот. Что за второй параметр? А! Понятно. Это название нашего трансформатора. Нашей транзакции. Нашей транзишной. Нашего куска анимации. 395 человек. Народ подтягивается к середине стрима. даже я бы сказал ближе к концу. Потому что прошла уже большая часть стрима. Час 21 минуту мы с вами стримим. Ну, не считая прерола, час 12, окей. Ух! Ух! Красота-то какая! Давайте найдем рычаг где-нибудь поближе. Так. А во-первых, что это тебя, рычажок? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я сделал пропеллер, ребята! Смотрите, какая прелесть! И еще я, если честно, не понимаю... Ё-моё! Они все крутятся, более того, начинают. Я сделал много пропеллеров. Прелестно. Вообще не то, что хотел, но выглядит, как обычно, прикольно. Так, для начала давайте уберем отсюда анимацию. Есть у меня ощущение, что здесь просто вот так вот на один транзишн нельзя вешать несколько режимов, потому что все-таки они тикают. Возможно, дело в этом, возможно, нет. Ага! И вот, собственно, вторая моя проблема. Все мои проблемы это копипаст. Алекс Тесленко запускает мышку. Не запускает мышку, потому что кулдаун. Так, ручка, по крайней мере, двигается. Стоппер не двигается. Почему ты стоппер не двигаешься? Ты вообще двигаешься куда-то не в ту сторону. Ладно, если мы тебя не будем здесь вообще ротетить. Рычаг-пропеллер. Точняк. Я, конечно, могу сейчас действительно попробовать сделать его чайлд-объектом. В какой программе я кодю? Программа называется InteriJ IDEA. Да ему, собственно, без разницы. Он как здесь стоял, не с той стороны, так и стоит вполне себе не с той стороны. Я же убрал ему ротацию. Почему он... почему он вообще в другую сторону смотрит, я не понимаю. Хм. Где я с ним наманьячил? Свитчстоппер. Если я делаю вот так, то его почему-то еще больше расколбашивает. Ладно, давайте попробуем сделать вот так. ради интереса. Шанс удачи мышки по умолчанию 33%. Смотрите опять же на неделю, которая сейчас идет, потому что в некоторых случаях Корвин мышку будет ловить менее охотно. Ну, здравствуйте. Почему ты не стой, блин, стороны? Вот как вот так вот получилось? В блендере же он с нужной стороны? С нужной. Почему он в Майнкрафте черти где? Как же так? Давайте отсюда, кстати, еще, наверное, уберем анимацию для того, чтобы наш рычаг в принципе попробовал завандориться вертикально. Но я все не понимаю, почему у меня стоппер рендерится со стороны вообще. А не там, где должен быть. Зик опять все сломал, хэштег. Да, так и есть. АК-47? Артем Храпов. Ничего себе, игрушка. Корвин же меня пристрелит нахрен. Что же вы делаете? Да, да, он не с той стороны. Он банально рендерится не с той стороны. Иди сюда. Так, давайте, допустим, сделаем вот... Эй. Вот так. Во-первых, он теперь почему-то смотрит на меня. А-а-а! И вы молчите все, да? Все молчите. Не говорите мне о том, что я забыл ему сделать сетап ротейшн. Свитч-стоппер. Все. Теперь он должен быть в нужном месте. В нужное время. Не надо вращать сам рычаг. Надо просто настроить вращение в зависимости от стороны. Кукла Вуду нет, меня напрягает меньше, чем АК-47. Ой. Кому там говорить спасибо? За приятные звуки, которые я слышу у себя в наушниках. Дима, 6-100 рублей. На отдых мозгу, чтобы поменьше ошибок было и ты ничего не ломал. Спасибо. После стрима надо устроить отдых мозгу. Согласен. Во. Анимацию я выключил, но, по крайней мере, у нас с вами стоппер на нужных местах. Отлично. Ух. Так. Теперь давайте все-таки попробуем это дело анимировать и создадим еще один rotation. Назовем его свитч-стоппер. Хотя, погодите, свитч-стоппер у меня... У меня уже есть свитч-стоппер. Стоппер рот. Почему? У меня, кстати, первый назван свитч-левер. Интересно. Ну, да ладно. И к нему нужно призабачить анимацию нашего стоппера. Поехали. Толя-10-02. Какой таймер? Убиватор Зига? Я его не увидел. Да, вижу теперь, что есть убиватор Зига. Так. Ну, отлично. Он, по крайней мере, анимируется и перемещается вместе с рычагом. Так, что нам нужно сделать теперь? Теперь нам с вами нужно, ребятки, попробовать сделать Chained Animation. То есть, анимацию как бы в два этапа. Что касается самого рычага, он так и будет ездить. Но сначала нам с вами нужно сделать следующее. Еще один rotation. Стоппер Топ. Rotation у него будет на минус, допустим, 5 градусов вдоль оси X. А точка у него будет плюс полтора по Y. Если я ничего не путаю. Дальше нам нужно с вами сделать Chained. Если бы я еще помню, как он называется. В Malisys Renderer это было. Где ж ты есть-то? Где ж ты есть-то? Да, ё-моё. Malisys Renderer. Нет, не Malisys Renderer. Animation Renderer. Так, проще, наверное, поискать вот здесь. Malisys. Ассеты нас не сильно интересуют. Нас интересуют рендереры, модели. Где это может быть? Внимации Transformations. Chain Transformation. Во! И, соответственно, нам с вами здесь нужно сделать что? Chain Transformation. Добавляйся. Назовем мы его Animate All. Равняется New Chain Transformation. И сюда нужно нам с вами впихнуть какую-нибудь трансформацию. Самую первую. Самой первой трансформацией у вас с вами как раз будет Stopper Top. Дальше нам нужно в Animate All добавить Transformation, который у нас будет Switch Lever. И если мы с вами теперь попробуем Где у меня сама анимация там? Попробуем вот здесь вместо вот этого вот добавить AR Animate Switch Handle Ау! Switch Handle в наш Animate All и дальше Ах ты ешь-маешь мне же нужно еще Хотя погодите-ка давайте нет ладно давайте пока проверим просто на одной ручке Вдруг получится У меня Майнкрафт был запущен отлично А вот вам от Корвина привет Я никак не определяю любовь между людьми любовь между людьми определяет этот самый мубот я его оставил точнее я оставил этот функционал на нем я не стал его переносить в Корвина Ух ты вообще не то что нужно смотрите как прикольно выглядит Майкл Джексон лунная походка отлично вообще не то что нужно но отлично так это мы это мы это мы на полтора вверх сделали вообще-то это как-то не похоже а ребятки здесь может быть проблема чейнт анимейшн подразумевает собой анимацию одного объекта несколькими анимациями а у нас с вами анимация двух объектов одного за другим здесь придется подумать если честно очень и очень придется подумать эту анимацию мы оставляем как есть а вот для стопера мы с вами должны присобачить сюда как раз animate all и в эту самую animate all мы с вами сначала должны вот эту штуку поставить а потом мы с вами должны вот эту штуку поставить поехали что у нас там сейчас получится запускаемся MJ рычаг отличная игрушка так обожаю анимацию господи это уже какая-то порнуха если честно ай да нет все-таки действительно видимо пора мне делать шлакоблог по моим стримам по моддингу особенно где я занимаюсь анимацией это же ужас это же кошмар как вообще такое можно показывать и более того а из-за того что оно повернуто оно у нас с вами работает неправильно а вращается оно кстати еще к тому же не в ту сторону так ну я конечно могу сделать гадость я могу сделать вот так и соответственно плюс 5 и где-то наверное чуть меньше 1.45 будет немножко все по-другому у бота ребятки кулдаун 4 команды в 20 секунд царь колокол господи обожаю анимацию так это у нас с вами было вращение на 5 градусов 55 нет ошибся с точкой явно да метод проб и ошибок по-моему нифига не поменялось есть у меня нехорошее ощущение что он вообще в принципе где-то не там анимируется 1.7 а или кстати можно было давайте-ка сделаем не 5 давайте сделаем 15 чтобы было лучше видно где он анимируется и собственно кстати во я знаю как мы можем решить эту проблему сейчас мы можем сделать анимейшн дилей для того чтобы сначала у нас анимировался только рычаг то есть вращается он в нужном направлении как я так сделал я нажал 2 и получил почему-то много шерсти ванила майнкрафт я тебя не знаю но но вот точка вокруг которой он это делает неверная 55 и попробуем здесь поставить нолик и что я хотел сделать пока не забыл давайте вот здесь сделаем анимейшн дилей посмотрим что будет теперь то ли 1002 зачем когда такое есть project ready приблизительно то что я и хотел осталось определить точку вокруг которой эта штука должна вращаться вокруг нуля она вращается вот так мне совершенно точно ее нужно поднимать по иксу ну вот на сколько вот в чем вопрос господи это это потрясающе у меня слов нет кстати вот у этой анимации тоже нужно поставить дилей да что такое сейчас ребят одну секунду м на м поэтому как что это вам попробовать вем то что в甚麼 Продолжение следует... 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 У меня есть такое ощущение, что он все равно вращается вокруг какой-то не той оси... Вращаем мы это по оси X... Ось X у нас вот так... Значит, вот так у нас идет ось Z... Значит, нам здесь с вами нужно еще Z... Немножко... Убрать... И убрать его нужно где-то, наверное, на 0.3 приблизительно... У стопера должно быть три фазы... Нажатие, движение и отжатие... Ну да, совершенно верно... Вот я, собственно, с точками это сейчас и разбираюсь... Тесла 1856... Сейчас разберемся с нажатием... С отжатием будет попроще... Ммм... И почему-то... Он во второй своей стадии едет куда-то вниз... Чего он тоже делать, по идее, не должен... Так, точку нужно делать... Как бы это дело... Попробовать... Вычислить-то? Где у нас с вами начинается стопер? Вот здесь... Ну, это, конечно, круто, но... Что мне это даст? Это 1... Это 1.3, наверное, где-то... И вращаться он должен вокруг вот этой вот точки... Поэтому это где-то у нас... 0.6, может быть? Давайте попробуем... 1.3... 0.6... 1.3F, конечно же... MaxiMax... MaxiMax Kool... Union... Я уже ответил на твой вопрос, что это не мой бот! Это мой... Му-бот! Как он это делает, я понятия не имею. О, теперь у Горвина есть человек-сосед Свой персональный Ё-моё Эх тебя, расколбасила-то Хотя, если это смещение относительно центра То это будет не 0.6, а 0.1 где-то Как насчёт игрушки размер DMS-10-0.9 В каком смысле что должна выполнять эта команда Да ё-моё, я же вроде как поправил Почему он снова улетает куда-то, чёрти куда Я даже не знаю, но здесь же был изначально 1 И было всё проще Может быть меньше, чем 1 Может быть надо 0.9 поставить Тогда я на самом деле уже вообще ничего не понимаю Где у него точка центра И, наверное, как-то по-хорошему Это всё должно алгоритмически объясняться Я просто настолько ленив, что не могу Найти время на то, чтобы посмотреть, как это делается Ещё лучше Вот когда он, собственно, возвращается назад Он это делает почти по правильной оси Но почему, когда он идёт вперёд Он это делает чёрти как 0.5 Отсчёт идёт от центра нижнего блока Ну вот, собственно, я и пытался это считать От центра нижнего блока Я даже в блендере показал Что, в принципе, от центра нижнего блока У нас здесь будет приблизительно 1.3 И приблизительно 0.1 вправо Но это не так Ё-моё, откуда у меня столько Майнкрафтов А я ещё думаю, почему у меня периодически мир крэшится Так И, собственно, вот что нам показывается Здесь сейчас весьма наглядно Что нифига, ребятки, не от центра нижнего блока Возможно, от его самого центра То есть, давайте вернёмся к нашему самому первому стриму И попробуем посмотреть, что будет, если я здесь поставлю нули На 55 градусов По идее, он должен сейчас Развернуться вообще вокруг своего центра Своей центральной точки Если честно, хотелось бы, чтобы это было именно так Кстати, темнеет Нет, это не его центральная точка Совсем даже не его центральная точка Это такое ощущение, что центральная точка Общего блока Нашего двухэтажного блока Как вообще такое могло бы получиться То есть, есть ощущение, что центр у нас с вами вот здесь Но это немного нелогично Я бы даже сказал, что это вообще нелогично То есть, в таком случае здесь будет где-то 0.3 И здесь будет где-то 0.1 Фэринстар, привет Да ладно Нет, опять не та точка Да что ж такое-то Арг Так, давайте-ка сделаем Для того, чтобы мне было удобнее смотреть Все-таки еще вот такую вот вещь И анимировать мы с вами будем Исключительно Стоппер Возможно, так я смогу определить Где эту хрень и центр Внимательно посмотри Блендер сам показывает И точка экструдированной части Я боюсь, что это не она То есть, в принципе, вот у этих двух частей Если верить блендеру Точка вот в этом месте Но я уже это, ребята, проверял И у нас с вами От этой точки приблизительно 0.4 вверх И 0.1 вправо не работает Идея по поводу Корвинс Сейчас играет в случайной игрушке из коробки Можно? Да, подумаю Почему нет? Неплохая идея Ну вот, собственно Если точка бы изначально была вот здесь Я ее поднял на 0.3 и направо на 0.1 То есть, где-то вот здесь она должна была бы быть А она совсем не здесь Она где-то вот здесь И, кстати, наверное Давайте-ка мы пока отсюда уберем Вот эту вот вторую анимацию А то еще она нам тоже Не дает покоя Будем пока играться только со стопером 392 человека смотрят, как я мучаюсь с рычагом Ну, собственно, вот И точка у нас с вами получается левее, чем нужна То есть, ее нужно направо и наверх Давайте 0.45 И 0.3 Ну Теперь точка находится выше Но я не уверен в том, что Правее Минус 0.3, что ли? На 720 градусов Повернуть вокруг нуля Вот Угу Что-то это вообще на круг не похоже Точка у нас сейчас с вами где-то вот здесь Даже, наверное, вот здесь Выше еще попробовать 0.7 Временно продлить рычаг Временно продлить рычаги Низ, чтобы увидеть Вокруг какой точки Оно поворачиваться будет Чего? Во Смотрите, уже лучше Наверное, нужно еще немного повыше Мы близки 0.85 Не переборщить бы Главное Во Уже совсем близко По-моему, у нас с вами правильная вертикаль Теперь Единственное, что Неправильный Х Давайте с ним играться 0.4 Сделать так, чтобы моделька повернулась На 720 градусов Я Почему 720? Это 2 раза по 360 Какой смысл? А, в смысле, чтобы она в принципе вращалась При нажатии на эту самую? А, вот что вы имеете ввиду Кстати, неплохая идея Я не сразу понял, что вы имеете ввиду Ребятки Да, так действительно легче Давайте здесь теперь поставим 0 И посмотрим, что будет Кстати, в таком случае Я, наверное, здесь себе еще и длительность анимации Сделаю немножко подольше Давайте сделаем 20 тиков В секунду Какое сочетание клавиш Служит для выделения строки текста? Я выделяю Home, Shift, вниз Наверное, есть какая-то комбинация Которая тебе прямо выделяет текущую Ну, не знаю Так, ну вот уже ближе Намного ближе Левее немножко сделать надо Все-таки вот левее Это плюс или минус? Оно раньше вращалось Минус Но минус очень маленький должен быть Господи, два мага у меня в коробке Приветствуем Точнее, не у меня в коробке А в коробке у корвина Тардис Вы запихнули тардис В коробку для корвина Ух Так, ну смотрите-ка Похоже на правду Что мы в таком случае делаем? Мы делаем наши 7 градусов Там 5, правда, было Ну ладно Делаем длительность анимации На место И еще одна Последняя, наверное, проверка Я не буду делать Огромную мультиблочную структуру С молниями, грохотом Промышленным шумом И громким смехом Потому что я делаю рычажки Стоппер работает Теперь Осталось заставить его двигаться Возвращаем вот это И у нас с вами анимируется Рычаг И стоппер А в стоппере у нас с вами Еще и вот такая штука А вот сейчас будет кошмар Эх-эх-эх-эх Ну естественно Ко мне добавили Точнее Господи, почему ко мне? К корвину Плохую зверушку Ну уж О, теперь там еще и атомный реактор Отлично О, кто там автомышку собирает Вот вам неделя для этого дела Ну смотрите-ка В принципе правильно Единственное, что теперь еще нужно Добавить анимацию на Как бы это сказать Отделение То есть после вот этого Нам сюда же нужно еще сделать Стоппер топ Но в его реверсном варианте Я видимо так не смогу Давайте в таком случае Сделаем просто еще одну анимацию Стоппер топ Пуш И Unpush Я не знаю, как будет Правильно по-английски Отжать Не то А, не то Так Так И здесь соответственно У нас с вами все то же самое Кроме того, что Rotation минус 7 градусов Давайте попробуем Господи, Сталин То Прежнев То Сталин Что же вы Корвену пихаете-то Так У нас все сломалось А, или мне показалось Что у нас все сломалось У нас почему-то наш рычажок Уехал немножко ниже Почему ты уезжаешь Немножко ниже Рычажок Интересно, а не могу ли я Просто скопировать анимацию И сделать ей реверс Ммм New transformation просто нельзя Можно только New chain transformation сделать Печалька Так, а то что мне сейчас В таком случае Опять возиться С определением Центральной точки Уже после поворота Почему так вообще получается Так же не должно быть Как же тебя отжать У стопера точку Нужно опустить чуть-чуть Давайте попробуем Опустим чуть-чуть Не 85 будет А 83 Хотя дело, конечно Не только в этом 410 человек Ребята, стрим Заканчивается Минут через 10 Чего вы понабежали-то Надо сначала Сначала надо приходить Что вы приходите Под конец Если честно Я бы, наверное, конечно Еще даже Может быть Немножко и постримил Но я что-то уже устал От этого дурацкого рычага Ну вот Опустила точку пониже Получилось Черт-те что, ребят Не надо было Опускать точку пониже Я бы даже сказал Что может быть Ее нужно повыше немножко Может быть даже 87 За что Отняли 5 колбасок Ну, возможно Ты спрашивал У Корвина что-то И запихивал ему Что-то в игрушку В коробку с игрушками Или, может быть Купил какую-нибудь Мышку по дешевке Хотя, по-моему За 5 Корвин Ничего не продает Да Вот есть ощущение Что нужно было оставить Его в том же месте И Не мучиться Было 85 Пусть и будет 85 Единственное Что может быть Минус 0 12 Сделать Поворот должен быть Вокруг нижней точки Ну, да Тесла 1856 А он, собственно Вокруг чего? Ну, блин Дурацкий дождь Да что к тебе У меня опять Точка съехала А, вокруг нижней точки Стопера Ты имеешь ввиду? Да, наверное Буду ли я участвовать В Twitch Арк-Линукс Инсталл? Нет Зачем? Во-первых У меня нету Ни одного Арк-Линукса У меня везде Убунты стоят Как-то странно На всех Ленухах А, ладно Ребятки Буду я, наверное Морочиться с этим Дурацким рычагом Уже в одиночке Потому что Вы приблизительно Сейчас уже 40 минут Смотрите на то Каким образом Я пытаюсь С ним здесь Побороться Разобраться И у меня Ничего не получается Поэтому Наверное Все-таки Я должен Перестать Говорить Перестать Стримить И В тихой Спокойной Обстановке Все-таки Попробовать С ним Разобраться Ну Тем не менее Надеюсь Что Те 406 Человек Которые Меня Сейчас Смотрят Не зря Пришли То что Им понравилось То что Они Видели И Увидимся С вами В следующий Раз Запись Будет На Ютюбе И Сейчас Я Собственно Перед тем Как С вами Попрощаться Запущу Еще Одно Голосование По поводу Того Понравился Ли Вам Корвин Прямо Сейчас Я это И сделаю Если У меня Конечно Это Получится Нате Вам Голосовавочку Единственное Что Конечно Если Опять Не Попал На Кулдаун Да Погодите Вы Отвечать Вы Видели Нотификацию О том Что Голосование Пошло Я Нет Блин Нет Не будет Там С вами Голосования Потому Что Мне Все Так Нужно Сделать Для Себя Исключение В противном Случа Вы Просто Завлуживаете Весь Чат Смысла Нет Писать Люди Кто Сейчас Пишет Да Нет Нет Да Один Ладно Всем Счастливо Пока